Сегодня я пожаловал в Кривой Рог, город длиной во всю жизнь. Вы понимаете, что как бы за день осмотреть его нереально. Я во всяком случае постараюсь. Это программа «Украина без денег» и меня зовут Ярослав Гула. Поехали, точнее пошли. Тут сегодня будет очень много нужно ходить, поэтому пошли. Никаких поехали, никаких маршруток. Сам, без оператора. Ага, а вы что думали? Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Я не хочу туда выходить, там очень холодно. Поэтому пока я тут буду немного еще греться, расскажу вам о транспорте, как я сюда добирался. Для меня дорога из Киева в столицу Кривбаса – это 8 часов поездки на боковой полочке. Кривой Рог знаменит тем, что тут очень много вокзалов. Кто-то едет до Роговатой, а кто-то до главной станции. Туристу-новичку легко запутаться. Ну а я прошаренный и щелкаю города, как орешки. Я приехал на станцию Кривой Рог главный. И дело в том, что отсюда до основных достопримечательностей этого города, ну таки далековато. Поэтому буду учить сейчас кое-чему плохому вас и себя. Помните Никополь. Это такой славный городок, который прошел проверку полгода назад. У меня там украли кеды, воду пить из Днепра я бы вам не советовал. Так, но это не важно. Дело в том, что из Никополя до станции Кривой Рог город ходит электричка. Если я проскочу в поезд и проеду зайцем 10 минут, то сэкономлю много времени. Попытка не пытка. Забегаем. Законула. 2 или 3 рубля гривны. Вот так, собственно говоря, выглядят зайцы, которые экономят по 2-3 гривны на транспорте. Вот сейчас солнце над Криворожсталью немного выглянет, потеплеет, на душе станет немного повеселее. И я спокойно потопаю по этому городу. Пойдемте. Это что такое? А мусор все-таки свеженький. А вообще-то Кривой Рог это очень грязный город в плане качества воздуха. Ведь тут добывают железную руду, а количество опасных веществ постепенно накапливается в атмосфере. Зато Югок это красивая достопримечательность. Но цена такой красоты ужасна. Некоторые фотки я выложу в инстаграм, так что не проходи мимо, дружок. Заходи в гости, заходи. Вчера была метель и снега выпало много. И я в сугроб даже иногда проваливался. Но коммунальным службам плюс. Боже, ребят, наконец-то хоть достопримечательности появились. А то идешь, 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 идешь. То дома, то холодно, то заводы какие-то, ничего не видно. А вот, пожалуйста, памятник основателю города. Ведь знаете, как раньше строились города? Вокруг почтовых станций. Чтобы отправить письмо из одного пункта в другой, делали промежуточную локацию. Вот так вот и Кривой Рог появился. 300 лет назад посреди Кургановой степей были замечены упряжки лошадей, которые двигались к берегам Саксагани. Позже тут построят несколько домов. А каждый почтальон будет останавливаться, чтобы отдохнуть и принять новую посылку. Времена Николая Первого – это попытка остановить дворянскую вольность. Ведь простой люд окончательно потерял надежду в доброго царя. Буйное развитие промышленности Кривого Рога начинается в конце 19 века. Александр Поль станет ключевой фигурой на этих землях. Ведь именно труд этого человека ценится до сих пор. Только вот мне почему-то кажется, что у него одного глаза нет. Тут в Кривом Рогу есть уникальное достопримечательность. Какое? В Кривом Роге. Рогу вы можете приготовить, а потом съесть. А правильно, все-таки в Кривом Роге. Есть уникальная достопримечательность. Называется она «Идущие цветочные часы». Длина стрелки 12 метров. Но правда они не то, чтобы не идут. Они не цветут. Зима. Поэтому, дорогие криворожане и криворожцы, можно так и так. И тут я уже не исправляю вас, потому что два варианта правильные. Это нахоронимые верные. Пригласите меня, пожалуйста, в свой город летом. Ну а меня заранее пригласили на просмотр фильма о городе. Я пришел и очумел. Я ничего не понимаю, что происходит. На правах мини-рекламы меня пустили бесплатно. Но я же без денег. Да-да. Там бизнес-сеансы какие-то есть, да? Да, бизнес-сеансы. Но только по времени. А когда следующие? Средиансы. Можно, да? Ну, вы присаживаете. Так-так-так-так-так-так. Начинается. Не-не, ну а шо вы хотели? Это же 3D. Алло. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, вот, как говорится, маленькая, небольшая рекламка этой видеогалереи состоялась. Честно вам скажу, мне вначале было немного скучновато. Но потом, 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 когда закончилась история, все такое пошло то, что чего я не знал. Мне стало даже интересно. Тем более, человек, который создавал этот ролик, это криворожанин, мне кажется, с большой буквы. Он настолько любит свой дом. Плюс ко всему большой психолог. Так правильно подобрать кадры, чтобы я вот так вот стоял в этих очках, открывший рот, это нужно еще уметь, поверьте. Не, погода все хуже и хуже становится с каждой минутой, снег уже валит прямо в лицо. Я только что посещал 95-й квартал, а если кто не знает, ну, то вы не в Украине живете. Владимир Зеленский, команда 95-го квартала, это, можно сказать, любимчики современного зрителя. И я, например, даже немного доволен тем, что смог побывать в Кривом Роге, в городе, с которого начинался трудный, но интересный путь этих замечательных людей. Ну так вот, почти весь город поделен на такие условные кварталы. Там 95-й, 96-й, 44-й, 98-й, их очень много. И сам по себе Кривой Рог является самым длинным городом в Европе. Не знаю, как там считали, но я смог наколдовать только 70 километров в длину, хотя официально 126. Какую достопримечательность вы бы обязательно посоветовали тому человеку, который приедет в Кривой Рог впервые? В лодочную станцию в парке. Обязательно, да? Но в такую погоду... А, в такую именно погоду? Вы не уточнили. Наверное, мы в Киеве живем. Здесь, ну, нечего смотреть в такую погоду, наверное. Ну, наверное, единственное, куда бы я последовала сходить, это покататься на коньках. Сейчас тупо смотрю в кадр, это будет момент фотографирования твоего. Ознакомьтесь, это Ира Болынец, моя подруга из Кривого Рога. Назови три достопримечательности, которые должен посетить турист, который приехал из Киева зимой. Вопрос есть, ответ тоже есть. Ира советует парк «Правда» и музей «Поле». И мне кажется, что вы уже немного поняли, я не смогу попасть в парк имени газеты «Правда». Хоть это и одна из основных достопримечательностей, место, где сливаются две речки воедино, но чисто из физических соображений это далеко. Нужно потратить уйму времени, чтобы туда добраться. Но подумайте, Кривой Рог очень большой, да? И тут проживает около 600 тысяч человек, даже больше. Агломерацию, все-все-все-все-все, посчитать около миллиона. Такое население, как в Днепропетровске в целом. Но это не областной центр. И мне кажется, что Кривому Рогу немного-таки, но обидно. Ребят, прикиньте себе, у меня сейчас появилась идея-не идея, афера-не афера, но я надеюсь, что она сработает. Я шел-шел-шел пока в универ туда. Смотрю, в одном банке рубли, российские рубли, можно купить по 330 гривен за тысячу рублей. А буквально через дорогу в соседнем 335 продать. То есть, если я сейчас прокручу махинацию, то пятерку просто так смогу чисто заработать из воздуха. Потому что из одного банка в другой приду. Первая часть махинации успешно выполнена. Шо-шо? Ничего. Опа-на, бабосики вернулись. В общем, картинка такая. Я купил 500 рублей за 165 гривен 87 копеек, а уже их продал за 168. То есть, следовательно, 2 гривны 13 копеек у меня на счету. Вот так вот. Ну, это не моя профессия, это просто для программы «Украина без денег». Но, во всяком случае, этого достаточно, чтобы посетить... Ну, да. Я побежал посмотреть на знаменитые Криворожские трамвайчики. Цена проезда для студентов 75 копеек. Ну, ну, просто смешно. Но это все-таки было немножко круто. Я хоть из окна увидел город. Ну, а теперь обратите внимание на название станции. Суровенько и по-промышленному. Я хоть немножко прерывал. Хоть немножко. Какая закатная, но красивая. А вообще-то принято называть Криворожский метротрам. Для Украины это уникально. Ну, а теперь нужно выставить оценки. И во мне просыпается справедливость. Поехали. И первый транспорт. Кривой Рог – это город, у которого нет проблем с путями сообщения. До Киева ехать 8 часов. Автобусы, конечно, для людей побогаче. Но у меня денег нет. И иногда в реальности за кадром я отдаю последние 100 гривен, чтобы купить билет на поезд. Жалко, что этого никто не ценит. Оценка 5. Достопримечательности. Было бы лето, если бы не этот снег. Ну, а тогда ладно. Зимой тут немного скучновато. Но в теплое время года можно посетить лодочную станцию. Несколько церквей, парки, музеи, ботанический сад, югок. Но все интересные места находятся друг от друга далековато. И вспоминаю подобные города, выставляю 4. Третья чистота. Сегодня метель хорошо старалась, потихоньку скрывала мусор на улицах. Ну, а люди, между прочим, успевали бросить бутылку и фантик на снег. Я это увидел. Следовательно, тут не особо заботятся о порядке и чистоте. Ну, и к тому же Кривой Рог – это мегаполис, который задыхается от вредных веществ и пыли. Вот субъективно, объективно, но три. Следующая приветливость местных жителей. В кадре мелькнула только одна женщина с ребенком. Но на самом деле я по традиции опросил пятерых людей. Ну, как опросил. Четверо меня просто-напросто продинамили. И такое впервые. Киев, один вопрос о Кривом Роге можно? Понятно, спасибо. Может быть, тут боятся камеры? Четверка. Теперь пятый элемент, который меня немного разочаровал. Сфера услуг для большого города – это обязательное наличие указателей. Нет, я не нашел ни одного туристического указателя. В остальном, все достаточно типично. От ресторанов до гостиниц, от асфальта до такси. Оценка 4. И таким образом получается, что средний балл для Кривого Рога – твердая четверка. Очень хорошо. Пам-парам-парам-пам. Значит так, дорогие и уважаемые зрители программы «Украина без денег». Сегодня я побывал в Кривом Роге. Честно, это довольно-таки суровый край. И покорить его с пустым кошельком нереально. Тут живут те люди, и они знают, чего хотят. Построить такой вот мегаполис, железная руда, добывать постоянно. Это, ну, это сердце Кривбаса. И, между прочим, мы должны еще быть благодарными за то, что они частично, но кормят Украину. Ну, подумайте сами. Ну, я такие. Вот мне все равно. Вот Кривой Рог для меня будет постоянно ассоциироваться с Челябинском. Такой же вот промышленный город. Меня зовут Ярослав Гула. Это программа «Украина без денег». Я передаю привет Никополю, пользуясь возможностью, потому что это единственный, мне кажется, город, который, ну, практически не возмутился своими оценками. Хотя 3,6 очень мало. Вот такой вот разносторонний... И непонятный для меня край. Что ты можешь сказать о скоростном трамвае? Ой, оно мне очень нравится! Оно вообще такое... Говорят, что оно как... У нас ездят эти трамвайчики, они как чешские. Они такие небольшие. Они ездят обычно по 2, по 3. Сейчас вообще взяли и развинули еще ветку, когда скоростной трамвайчик выходит и ходит не только по рельсам, которые для метрополитена. Он даже выходит на трамвайные и выходит к третьему участку. Это очень удобно, особенно для людей, которые ездят с заречных. Я считаю, что у нас особенные трамвайчики, особенное метро, хотя с них все очень много смеются. Я считаю, что неоправданно. Вот, что еще? Ну, у нас скоростной трамвай, у нас не метро, но называется метро. КОНЕЦ